Прекрасный автомобиль Рено Каптур, а Рустам Иванович занят. Так. Бывает так, подходишь, дергаешь и занято. Где здесь? Элки-палки. И ничего не можешь с этим поделать. Вот, хер найдешь. Я один, но это не значит, что я одинок, дорогие товарищи. Приезжаю на место съемки, а тут прекрасный автомобиль Рено Каптур. А Рустам Иванович занят. Вот, бывает так, подходишь, дергаешь и занято. И ничего не можешь с этим поделать. Приходится смиряться. Ребят, впервые у нас на тесте Рено Каптур, по крайней мере, я на нем вот сел за руль этого автомобиля. В первый раз в жизни, хотя машина, конечно, узнаваемая, их очень много в городе, в стране, в мире, да. Вот, но тем не менее, в первый раз. И главное, что я могу сказать об этой тачке, ребята, я доволен, доволен. Реально, потому что оказалось, что это очень вменяемый, практичный, хорошо настроенный, удивительно динамичный, несмотря на коробку робот, не робот, а вариатор, да. Автомобильчик экономичный, ест он где-то примерно 7,7 литра, бодро разгоняется. И единственный минус в этом автомобиле, сопряженный с моими личными габаритами и предпочтениями, это водительское кресло, ребята. К огромному сожалению, у концерна, так сказать, в который входят Ниссан, так сказать, и Рено, кресло испокон веков, в принципе, сделано так, что высокий человек чувствует себя несколько ущемленным. Но, во всем остальном, ребята, это действительно охренительная, так сказать, машина. Как вы видите, здесь есть шильдик Edition 1, что значит первая, так сказать, партия, правильно? Вот, смотрите, здесь у нас металлическая надпись Captur, Captur. С виду, кстати, кресло выглядит очень достойно. Да, но вот когда на них садишься, понимаешь, что хочется их поменять. Значит, вот, это мой шлем, шлем, извините, да, но к шлему мы вернемся чуть позже. Друзья мои, к сожалению, не произошло революционного открывания лючка-бензобака, как у всех. До сих пор надо держать, дергать хрень из салона, ну, как вы знаете, как вы к этому привыкли. Значит, полный привод, переключаемый, достаточно большой багажник. Но, в принципе, я вот так скажу, ребята, дело в том, что Рено представляет из себя государственное предприятие. Дело в том, что семья Рено оказалась после Второй мировой войны в тюрьме за то, что у них была коллаба или коллаборация чисто с Гитлером. И поэтому у них отжали компанию Рено, они периодически пытаются вернуть себе активы, уже наследники того самого Рено. Но им, говорят, не получится. И поэтому мы имеем пример. Ну, конечно, Франция – это капиталистическая страна, но это государственное предприятие. Да, и фактически французы делают именно в компании Рено очень адекватные автомобили с точки зрения цена-качества. Потому что вот стоимость этого автомобиля в России, по-моему, миллион пятьсот с копейками. Полтора миллиона за полный привод, за очень динамичные характеристики, да. Ну, достаточно, ну, я скажу так, в принципе, сесть можно. Достаточно удобный. Во, хорошо. Второй ряд сидений. Так, а вот, и теперь антиреклама, ребята. Значит, когда мы с Иванычем ездили в Воронеж снимать программу про ядерную энергию, на машину, на которой мы ехали, налетела куча мошкары. Я заехал в спецмагазин и выбрал там самую дешевую, самую дешевую жидкость для того, чтобы очистить лобовое стекло хотя бы от этого гнуса, который осел. И вот я купил вот этот очиститель. А, В, С, Кристалл, очиститель следов насекомых, бакклинер, очищает любое... Я недоволен, ребята. Если есть возможность за 100 рублей не покупать, не покупайте. Итак, в большом тест-драйве появилась специальная серия антиреклама. Большой тест-драйв не рекомендует покупать. Очищает херово. Вот и все. Взглянем на мотор. Ну, видите, в целях экономии отсутствует крышка пластиковая. Но, опять же, нам же и лучше, дешевле, правильно? Вот, вот, моторчик небольшой, но тянет хорошо. Вот так сразу можно что-то подобраться куда-то, куда там подбираться, вообще непонятно. А где это, там и валка-то? Где она? Где? А, вот она. Ну, ладно. Ну, короче говоря, парни, надо чуть-чуть прокатиться, правильно? Потому что, реально, самое главное в этом автомобиле, это отличная колесная база, подвеска и достаточно динамичный движок. Если учесть, что штука вся стоит полтора миллиона, причем в хорошей, большой комплектации. Вообще, я смотрел на сайте, от миллиона трехсот начинается вот с таким движком и с такой коробкой. Поехали. Ну что, пацаны, самое главное, это вот эта картинка. Закат в горах. Конечно, не Сочи. В Сочи цвета посочнее. Но, тем не менее, очень хорошо. Вот. Все остальное вы уже встречали везде. И в Логане это было. Кнопка старт-стоп прекрасная. Бесключевой доступ. Хорошие зеркала, хотя с виду кажутся небольшими. Посмотрите, как решен вопрос элегантно со шторками, да. Все закрывается. Как надо. Камеры, значит, контроль мертвой зоны справа-слева. Что еще надо, ребята? И все это за полтора ляма. Но самое главное, что... Да, причем приличная шумоизоляция для этого класса. Достаточно. И самое главное, что абсолютно не чувствуется дефектов работы коробки робота. Вот это самое удивительное. Потому что долгими десятилетиями тот же самый концерн Рено-Ниссан, значит, ставили эти коробки на свои автомобили. И, в принципе, с этими коробками любая машина была самой тупой, тупейшей из тупейших на свете. То есть коробка, так сказать, робот имела возможность загасить, значит, снизить, грубо говоря, потенциал любого движка. Даже самого навороченного, да. И вдруг случилось чудо. Какие-то новые алгоритмы, я не знаю. Не знаю, что там еще новое. Новое масло, может, залили. Черт тебе знает. Ах, там нет же масла, ребята. А может, наконец, залили. Шутка. Вот. Ну, короче говоря, ребят, ну, это действительно отличный, динамичный автомобиль, который абсолютно адекватно себя чувствует в потоке. Даже когда рядом Лексусы или Порше, ну, я имею в виду в городе, конечно, ну, то есть, на трассе машина спокойно и, так сказать, без напряга разгоняется до 130 км в час. Ну, то есть, до разрешенного, грубо говоря, лимита, да, который у нас есть на скоростных зеленых трассах. Значит, из нового появился вот этот зеленый глазок. Я бы сказал так, зеленая щель. Значит, в чем прикол? Это чисто, она постоянно светит тебе в лицо и интуитивно воспитывает в тебе экономичного водителя. Потому что, вот обратите, вот сейчас следите, следите за цветом. Вот я сейчас резко газану. Опа! И зеленый цвет превратился в желтый. Так, если бы не Лексус, который тупит, я бы показал вам, что и в красный может превратиться. Во-во-во-во, она прыгнула. Ну, короче говоря, если горит не зеленый, то, типа, ты едешь неэкономично. А если ты так нормально, в принципе, аккуратно все делаешь, то горит вот эта зелень, она успокаивает, нервы приходят в порядок, ребятки. Вот. И, соответственно, все дела, да. Здесь у нас селектор переключения привода. Есть передние, есть авто, можно сделать, да. Или, так сказать, соответственно, заблокировать, включить и заднюю ось тоже. Доска приборная. Ну, в принципе, все на своих местах. Ну, ты понимаешь, что это, конечно, бюджетная тачка. Хотя руль вроде кожаный. А может и не кожаный. Не, наверное, кожаный. По ощущениям не вызывает никакого омерзения, да. Я скажу так. Один из лучших бюджетных кроссоверов. В котором единственный минус. Ну, видите, я достаточно... Ну, правда, крыша изогнута таким образом, что по всем, как говорится, снипам мне хватает, так сказать, расстояния над башкой, потому что должен проходить кулак. Но, по большому счету, я бы, может быть, с удовольствием бы сел бы чуть-чуть пониже в этом автомобиле. Значит, что у нас есть из наворотов? Вот, пожалуйста, так сказать, вот у нас подключай. Значит, некоторая запутка с кнопкой выключить. Вот ты нажимаешь выключить, да, хочешь, чтобы музыка прекратилась. А она не прекращается. Потому что надо выбрать, что выключать ты хочешь. Понимаешь, это как вот, например, в ванной, так сказать, полился кипяток из горячего крана. Ты хочешь выключить, а он тебе говорит, вы уверены, блин, что вы хотите выключить кипяток? Ну, так же и здесь, примерно. То есть, вот у вас играет музыка, и можете отдельно выключить музыку, а потом отдельно, например, вот как раз дисплей в режиме ожидания, что у нас тут просто черный якобы, да, там. Или, если еще раз, то просто режим ожидания. Теперь уже, вот видите, с фотографией закат в горах. Или рассвет. Лучше без полбанки не поймешь. Температура забортная. Все есть, ребята. Все, что, в принципе, надо обычному водителю, все есть. Подогрев кресел, обратите внимание, не на самих креслах, как это обычно делают французы, да, а все-таки вывели кнопки подогревателей вот сюда, в центр. Ну, а все остальное, я так скажу, все сделано чисто по-людски. То есть, несмотря на то, что я поначалу чувствовал себя в этой машине каким-то, ну, не то что полным, но, так сказать, вот в советское время было такое замечательное слово «тучный». И оно как бы не оскорбительное, никто не скажет, что жирный, вот, а тучный, да, у тебя есть пузо, но ты такой большой весь, ты сидишь за рулем этого автомобиля. Немножко есть ощущение, что ты большой какой-то человек в машине, которая рассчитана на людей, ну, чуть меньшего, скажем так, формата, XL в максимуме. Вот, но, тем не менее, через пару дней привыкаешь, и самое главное, что мне очень нравятся здешние настройки, ребят. То есть, это действительно хорошо сбалансированный аппарат, которым, в принципе, компания Рено может гордиться, да. Ну, и, в принципе, у Рено хорошие балансировщики всех этих дел, подвески и всех прочих историй. Вот, еще раз повторюсь, остался автомобилем очень и очень доволен. Такая история. Значит, сегодня в Москве идет дождь, вот, поэтому все девчонки попрятались, правильно? Вот, девчонки попрятались, вот, мы к ним сегодня не поедем, сразу надо сказать. Я еще раз хочу обратиться, теперь уже много комплиментов сегодня, да, отвесил вот этому автомобилю, и он действительно заслуживает этих комплиментов. Я, так сказать, ни словом единым не пошел поперек совести, да, сказав, что действительно мне этот автомобиль понравился. Единственное, что я в который раз хочу попросить компанию Рено пересмотреть свою политику в отношении кресел, хотя бы водительского, потому что машина надежная, в машине хочется ехать долго, и для этого нужно все-таки эргономичное кресло с поясничной подпоркой, значит, чтобы оно было подлиннее чуть-чуть или с регулировкой, потому что уже в большинстве компаний такие возможности есть отрегулировать по длине, да, сидушку. Вот, поработать с анатомичностью чисто, вот, и сделать возможность садиться ниже, высоким людям ниже, потому что автомобиль действительно очень динамичный, и в нем хочется сидеть как, ну, не как в спортивном автомобиле, но как в легковом автомобиле, поверьте, да. Вот, поэтому, если, товарищи, вы, наконец, скажете своему кресельному подразделению, что нужны новые какие-то, ну, хотя бы для дорогих версий этого автомобиля, и вообще автомобиля Рено кресло, да, вот, то я буду считать, что, так сказать, обратная связь действительно работает, и что вы прислушиваетесь к мнению масс, и учитываете пожелания тучных пользователей, да, вот, которым ваша продукция нравится, вот, но для того, чтобы ее считать абсолютно, так сказать, на 5 баллов, да, вот, необходимо поменять кресло. Все остальное, хотя, если честно, я на этой машине проехал 450, сейчас я даже посмотрю, вот, смотрите, так сказать, сколько я проехал, сколько я проехал, сколько переехал, 450 километров, да, 454 километра я на ней проехал, слушайте, я, на самом деле, привык даже к этим креслам, но мы же с вами понимаем, что мы живем в мире, где есть сравнение, да, человек садится в это кресло, он садится к немцам, к японцам даже садится, к корейцам садится, и понимает, что может быть лучше, а когда машина в целом получилась хорошая, удачная и по цене привлекательная, да, то, в принципе, если еще и кресло переделать, то, по большому счету, я считаю, что поклонников этого конкретно автомобиля, Каптур, будет еще больше, чем их есть сейчас. Пожелания тучных передал, от Рустама Ивановича большой привет всем, товарищи, вот, не болейте, носите намордники. А, вот, еще один, слушайте, ребята, еще один момент маленький, точно вспомнил, думаю, еду и думаю, что-то я вот не то, так сказать, не сказал. Обратите внимание, ребята, еще один момент эстетический, на звук клаксона. Ну, это что такое? Это несерьезно, ребята, вот, кресло и клаксон, и машина 5 баллов безо всяких скидонов, скидосов, скидосов. Все, пока. Чуть не забыл, товарищи, а ведь сейчас своими впечатлениями об этом автомобиле поделится и Рустам Иванович. Правильно? Давайте заслушаем этого лектора. Прошу внимать. Ну что, Сергей высказался о новом Рено Каптур. Ребят, мне тоже есть что сказать, хотя я не находился за рулем этого автомобиля ни минуты, но вы помните наш обзор с Василием, который снимает сегодня Рено Каптур, который мы снимали в Питере в прошлом году, если мне не изменяет память. И это была большая премьера автомобиля Рено Аркана. Значит, если мы углубляемся в технику, то перед нами, по большому счету, Рено Аркана, точнее сказать, переработанная платформа B0, которая использовалась злой водитель скорой помощи, спросил у нас, вы что там снимаете, что мешаете. Короче, ребят, значит, глубоко переработанная платформа B0, которая использовалась для создания Аркана, которая произвела на нас впечатление, потому что автомобиль на этой платформе, ну, та же самая Аркана, абсолютно по-другому рулится, абсолютно по-другому стоит на дороге. Ну и вот логичное продолжение жизни этой платформы. Каптур со старой платформы, на которой он базировался, переехал уже на модернизированную платформу Рено Аркана. Значит, из внешних изменений, на которые стоит обратить внимание, у нас здесь, по большому счету, ну, вот только измененный рисунок решетки радиатора. Если мы сравниваем оптика, такая же была доступна в топовых комплектациях. Задние фонари те же самые. Может быть, повторители вот здесь появились, если мне не изменяет память. Ну и цвет. В двухцветном исполнении предлагается автомобиль, и вот этот синий такой глубокий насыщенный цвет, это как раз цвет запуска. У нас Рено Каптур One Edition. Это самая дорогая версия, которая предлагалась на старте. Вот полутора миллионов рублей. Честно говоря, я не помню, каким был багажник у Арканы, но вот с точки зрения самого объема. Версия полноприводная. Именно она у нас на тесте в первой половине дня. Объем багажника на 100 литров меньше, чем у переднеприводной. У переднеприводной чуть больше 500 литров, у полноприводной чуть больше 400 литров. Но этого достаточно. Здесь однозначно за счет типа кузова будет больше места, я так понимаю, но должно, во всяком случае, быть место для задних пассажиров, пассажиров заднего дивана. Вот, о, посмотри, как классно, да? Синяя вставочка, гипермаркет. Так, Серега катался на этой машине. Сейчас посмотрим, что покупал. Так, очков у меня с собой. Нет, спасибо за покупки. Чеховский район, да, город Симферопольское шоссе. На 1210. Скидка 225 рублей. Ха-ха, Сережа, на широкую ногу живешь. Сыр Дорблю с плесенью. Сыр Дорблю с плесенью. Сыр Дорблю с плесенью. 5 сыров с плесенью Дорблю. По 210 рублей, 99 копеек. 5 сыров. Какой вывод делаем? Сережа ест хороший сыр и пьет хорошее вино. Значит, ну и главное отличие, наверное, да, Каптюра от предыдущего, это появление под капотом того самого двигателя, который произвел на нас впечатление в Питере. 1.3 турбомотор, который создавался в сотрудничестве с Даймлером. Он устанавливается как раз на... Так. Здесь, элки-палки. Вот, хер найдешь. Интересно, Сережа открывал вообще? Так, нашли. Устанавливается он под капот настоящих мерседесов. Поэтому, как и в прошлом выпуске, в обзоре Рено Аркана, хочу сказать, что это самый простой способ купить немецкие автомобили с хорошим немецким двигателем. Пускай и малообъемным, и турбированным. И у нас, я так понимаю, полный привод. Полный привод. Да, полный привод, 150 лошадиных сил. Ну, в общем, ребят, никаких откровений. Откровения, я так понимаю, только в салоне. И мои впечатления уже от этого автомобиля. Я думаю, их можно будет сравнить с тем, как рулилась та же самая Аркана. Выглядит классно. Но главная проблема, на самом деле, российского Каптюра, который через... У нас же через Кей или через Си, я постоянно забываю. У нас через букву Кей Каптюр. А во Франции, в европейских странах, он через букву Си. И там он действительно базируется на абсолютно другой платформе. Это платформа Бина, которой построен Рено Клио. И там абсолютно другой автомобиль. Нам осталось дождаться, по большому счету, если мы говорим об обновлении семейства кроссоверов на базе платформы Б0, обновления Дюстера, которую мы так хорошо знаем и любим. Ну все, давайте в салон. Посмотрим, что изменилось в салоне. И проедемся. Значит, что изменилось? Понятное дело, ну, архитектура осталась прежней. У нас руль от Арканы. Машинка классно рулится, классно стоит на дороге. Еще раз повторюсь, если мы берем во внимание, что технически это все-таки, в первую очередь, Рено Аркана и реинкарнация этого автомобиля, этой платформы, всех тех наработок, которые, кстати говоря, были реализованы именно российским офисом компании Рено. И потом уже масштабировались, если мне не изменяет память, и для других рынков. Значит, классный руль. Он, кстати говоря, в отличие от предыдущего Каптюра, вот, пожалуйста, регулируется по вылету, не только по высоте. Ну, отличный мотор, который мы хвалили в тесте Рено Аркана 1.3, турбо, 150 лошадиных сил. Очень бодрая машинка, очень бодрая. Жду появления, кстати говоря, уже обновленного Каптюра в парках каршеринговых компаний, ну, в частности, в том же Яндекс Драйве. Но, ну, наверное, с приборами они что-то сделали, потому что, если мне не изменяет память, приборы были немного другими. Здесь появился мягко-твердый пластик, в отличие от просто дубового, который был в предыдущем поколении. Ну, причесали, причесали. Что у нас? А, у нас музыка Бозе. Они не стали повторять компоновку Арканы. То есть Аркана, с точки зрения эргономики, дизайна салона, имеет свою достаточно актуальную, интересную и современную внешность. Если мы говорим про внутренности. Эмбиент подсветка есть у нас, ну, должна во всяком случае быть. У нас здесь, кроме чека Сергея из гипермаркета, что мы наблюдаем? Наблюдаем еще волосы. Соответственно, Сергей ездил не один, ездил с котом. Вопрос, вот, видите, вот. Кот белый, ну, светлый, светлого окраса. Вопрос, чей кот? Чей кот, Сережа, обязательно расскажи нам в следующих выпусках. Ну, и возвращаемся к избитой уже, наверное, годами наших тестов и годами тех выпусков, которые мы снимали, которые были посвящены и отечественным автомобилям, автомобилям Datsun и автомобилям Renault. Учитывая, что все это в одном концерне, ребят, ну, и если мы говорим там про ту же самую платформу B0 и про автомобили Renault в целом, и про тот же Logan, который является основным носителем этой платформы, ну, вот. А все остальное уже производные, все остальные модели. Одни из лучших настроек с точки зрения подвески, если мы говорим про наши дороги. В паре отлично работает автомат с этим двигателем турбовым. Ну, и все, и мы получили, вон, видите, я даже не вижу, что мы уже превысили необходимый, ну, допустимый лимит. Здесь 80 км в час. У нас подлокотничек. Ну, все на своих местах. А, да, здесь автомат Jatko, если мне не изменяет память. Точно автомат Jatko японский. Ну, классненько. Все классненько. Дополнительные ниши вот здесь должны были появиться. Ну, в общем, а, здесь у нас появился селектор выбора режимов работы трансмиссии. Здесь у нас, наконец, переехали сюда. Вот, посмотрите. Они услышали нас. Кнопки подогрева сидений переехали в этот центральный тоннель. И это очень круто. Потому что вы помните, да, что если мы говорим про французов, то кнопка обязательно где-то здесь. И у вас застревает рука постоянно. И вам неудобно, и вы постоянно забываете об этом. Ну, в общем, классненько. Есть у нас подогрев руля. Вот кнопка здесь расположена. Вот. То есть такой автомобиль подготовлен для эксплуатации в России. Подогрев лобового стекла. Комфортные зеркала, несмотря на то, что они вынесены сюда вперед немножко. Не знаю, Серега, говорят, жаловался на сидение, на кресло. Ну, это болезнь вообще, по большому счету, наверное, в целом бренда Renault. У нас в свое время был достаточно жесткий конфликт, противостояние. После появления первого полноценного кроссовера, первого поколения Calleus. Когда мы пожаловались на длину сидушки. Но здесь, в целом, может быть, мне не хватает. Хотя, ну, да и здесь комфортно, наверное, сидеть. Да нет, все нормально. Все на своих местах. Музыка. Радио. Радио off. Музыка off. Подключить. Есть источник. Ну, в общем, не позволяет он этого сделать. Я думаю, что с учетом того, что Captur стоит дешевле, чем Arcona, а едет так же. Ну, вот в этой комплектации он там больше полутора миллионов рублей стоит. И в любом случае будет во всех комплектациях дешевле, чем Arcona. Вы помните этот форм-фактор? Такой бюджетный X6 с мерседесовским мотором. Ну, вот, пожалуйста, такое решение на каждый день. Почему бы и нет. Маркетологи рулят. Посмотрим на продажи. Очень энергоемкая подвеска. Съедает абсолютно все неровности. В принципе, автомобиль даже не шумит. У нас сейчас там на тесте есть пару автомобилей бизнесовых. Значит, бизнес-седанов. Они даже внутри с точки зрения акустического комфорта для ваших ушей. Но похуже, похуже, похуже. И руль. Очень, очень нравится руль. Так же, как и в Arcona. Очень тонко настроенные. Ну, прям не по-французски. Может быть, какая-то пустота, ну, пустоватость есть. Да, там в этой связке руль и колеса сами. Но, в целом, все на свое... Ух ты, елки. Сейчас бы мы приехали в Мазду 6. Давно МАЗ не было на нашем тесте. Не знаю, с чем это связано. Вот, Вася, поехал мотоцикл. А, единственное, вот что. Вот моя нога. У меня широкая. Я думаю, что у Сереги еще шире, учитывая его любовь к Роксам. Вот при перекидывании стопы в обуви с педали акселератора на педаль тормоза, можете... Вот, видите, вот я вот задеваю. Ну, то есть, приноровиться нужно. Потому что здесь, получается, педаль газа, она немножко утоплена в нише, которая находится справа. То есть, вот так вот, да. Ну, это такие эргономические, может быть, небольшие минусы, которые есть автомобиля. Во всем остальном, отличный автомобиль. Так, 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 такие же приятные эмоции вызвал, как и Аркана в свое время. Яркий, тем более. Вон, посмотрите, сколько этих цветных деталей. Ну, молодцы, в общем. Ждем обновления, на самом деле, Дастера. Потому что вот к тому автомобилю, который приходится терпеть, значит, находясь за рулем, и те неудобства, которые созданы, несмотря на его очень высокую востребованность на рынке, любовь наших автовладельцев к этому автомобилю, будет интересно, как на этой новой платформе приживется Дастер, каким он будет. Все, это был большой тест-драйв. Ставьте лайки, подписывайтесь. Так, женщин в этом выпуске не будет. А, у нас есть еще и система. Вот, пожалуйста. Кругового обзора. Ну, камеры соответствуют классу автомобиля, но в целом тоже молодцы. Вот функции все эти, да, из премиальных тачек, все перекочевывают, перекочевывают на более бюджетные модели. Так, выключить. Вот кнопка включения камеры. Вот это круто. Сразу брутально так все. Класс. Все. Парктроник. Ну, все есть. Все. Эко-режим. Вот, подогрев стекла у вас. И кнопка, по которой вы узнаете любой автомобиль Рено. И вынесенный блок управления мультимедийной системой. Вот у меня в автомобиле Рено Меган, если мне не изменяет память, 2001 года, был точно такой же. Ничего не изменилось за 20 лет, ребят. 20 лет прошло, блок точно такой же. Стабильность. Ура, Франция. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Давай, 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 вот этот кайф большой тест-драйф. И все. И не забудьте включить колокольчик, чтобы о уведомлении, потому что в следующий раз мы обязательно поедем к женщинам, которые как раз сейчас осенью, вы представляете, ребята, наденут юбки, колготки наденут, что-нибудь приличное такое, декольте, куртки кожаные. Ну, да. И за все за это они попросят максимум 500 тысяч в месяц, правильно? Так что девчонки будут обязательно, ребята.